Петрозаводская школа ЖКХ Темой первой лекции стало правовое регулирование сферы жилищно-коммунального хозяйства. Об этом и не только ученикам рассказывал начальник управления жилищного хозяйства Петрозаводской администрации Евгений Перов. Воспитанники курсов задавали вопросы о диротизации, обслуживании мусорных комплексов в счетчиках ОДН. В течение месяца такие встречи будут проходить по совместной инициативе Общественной жилищной инспекции при Молодежном парламенте Карелии и Госкомитета по строительному, жилищному и дорожному надзору. Нужно людей готовить, как врачей, как учителей, так и в сфере уже должны быть специалисты, профессионалы, понимающие как в узких специальностях, так и в обширной работе контроля, надзора, исполнения. Поэтому я думаю, что это правильная идея и очень хорошо, что ее поддерживает молодежь. Здесь будут строго следить за посещаемостью. Удостоверение получат лишь те, кто прошел весь курс и успешно сдал зачеты. Проведут в рамках школы и семинары, где будущие жилищные инспекторы на практике изучат вопросы отдельно взятых домов. Нужно понимать, что все рано или поздно школьники и студенты становятся жителям многоквартирных домов и все сталкиваются со взрослой жизнью. И нужно как-то уметь отстоять свои права, знать, куда обращаться. То есть это такой курс, который будет полезен не только к будущему общественному жилищному инспектору, но и к простому гражданину, которому просто нужно знать, куда обращаться, куда звонить и чем заниматься в многоквартирном доме. Чтобы стать участником проекта, необходимо зарегистрироваться. Сделать это можно через группу в социальной сети ВКонтакте. Следующее занятие состоится уже 7 мая на базе Петрозаводского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Более подробную информацию можно найти по хэштегу «Школа ЖКХ». Эдуард Тур, Сергей Беляев, САМПО ТВ 360.